МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В стенах в студии хорошего настроения обозревателя телегидоантенны Инна Полихович, Инночка. Доброе утро. А также специального корреспондента газеты СБ «Беларусь» сегодня Ольгу Пасеяк. Оля, здравствуйте. Здравствуйте. С праздником. Безусловно, с праздником. Сначала вы, потом мы. Буквально через пару дней будем отмечать свой праздник. К поздравлениям присоединяется и партнер нашей встречи кондитерская фабрика «Коммунарка», которая уже 110 лет как выпускает только качественную шоколадную продукцию. Но нам интересно другое. Как же все-таки происходит отмечание праздника у вас? Вот есть же оно такое, правда? Вы же еще все... Официальные или неофициальные? ...то из самой закалки, когда праздники отмечаются. Ну, конечно же, мы сотрудники печатных СМИ, ныряем в фонтаны, деремся газетами, рвем вражеские издания. Между тем, можно снять. Я шучу. Все происходит немного скромнее. Мы хвастаемся лучшими материалами. Да и не хвастаемся. Это снова обманываю. Просто празднуем в своем прекрасном, можно сказать, почти уже семейном кругу. Все очень тепло, душевно. Даже и рассказать-то нечего. Ну, тортик хотя бы будет по этому случаю. Мне кажется, самые крутые корпоративы, это после которых рассказать нечего. Все в тайне. Я понял, что я хочу сказать. Вернее, что я не хочу сказать. Оль, ну, а вы как-то скромно молчите, а, как говорится, в тихом омуте, да, представляем, что у вас творится. Да нет, к сожалению, в ежедневной газете профессиональный праздник проходит так же, как любой один рабочий день, поэтому нельзя сказать, что это какой-то особенный день. Да, журналистам приятно. Профессиональный праздник есть. Надо исправлять вообще. Это недопустимо. Друзья, да, близкие хотя бы поздравляют, звонят. Не забывают про то, что кроме дня рождения, 8 марта и Нового года у вас есть еще профессиональный праздник. Конечно. Позвоните, пожалуйста. Позвоните в газету, в карте концов. Не для того, чтобы узнать, когда включат горячую воду, а просто поздравить с праздником. Ну и, конечно же, как Инна уже сказала, мне кажется, все равно происходит какое-то подведение итогов. Пускай не хвастовство в чистом виде, а вот я сумел, а все-таки какие-то итоги, может быть, лучшие материалы, может быть, какие-то новые перспективы, горизонты, какие-то такие глобальные мероприятия проходят около профессионального праздника. Конечно. У печатных СМИ это в первую очередь вручение наград, золотая литра, золотое пиро. То есть это вот такое важное для журналистов событие, когда выбирают лучшего репортера, лучшего обозревателя. Выбрали уже. Это же втайне все держится, Юль. Я думаю, сегодня как вас кто узнает. Я смотрю, у нас новый совершенно свежий номер антенны здесь. Вон твой, кстати, лежит и домой, если что. Ты уже так прям... Ну все же, я его потрогал, значит, домой. Он помещается за новый номер. Да, очаровательная Екатерина Среженова. Обложка у нас красоты просто неописуемой. В модном ныне розовом цвете Екатерина у нас на обложке. Это Фуксия или не Фуксия? Это Екатерина. И вообще для мужчин, вы слишком хорошо разбираете Фуксия, это я, да. Да, ну, кроме того, что мы поговорили с Екатериной, вашей коллегой, еще мы решили выяснить, а что же вообще творится в утренних программах у российских телеканалов. Давайте узнаем, что творится. Да, ведь в Беларуси все понятно. У нас один часовой пояс. И, в общем-то, вот утром вышли, все рассказали, что происходит в стране, порадовались, разбудили страну, и все. А в России же не так. И приходится суфлер читать по три раза. Очень много, ой, все намного сложнее. Оказывается, в Останкино есть целый, можно сказать, дом со спальнями, с кухней, с ванной, с большими гардеробными, где хранятся наряды телеведущих, и они там буквально ночуют. Это не шутка, потому что в Москве же пробки, и разница между эфирами очень маленькая. Как это происходит? Когда на Дальнем Востоке России 5 часов утра в Москве, ну, и в Минске, соответственно, всего лишь 9 часов вечера предыдущего дня, ведущие гримируются, выходят в эфир, в час ночи эфир заканчивается по Москве, они смывают грим, на несколько часов ложатся спать, вот в этом самом доме, который находится в Останкино, просыпаются через пару часов в 4 утра, завтракают вот на той самой кухне, их быстро снова гримируют, и в 5 утра снова начинается эфир. Мне кажется, что вам... Не жизнь на праздник. Я хочу такой же дом. Нам нужна такая же комната хотя бы. Давайте вот Ольгу в противовес, мы тут шутим, смеемся, конечно, хотя на самом деле это очень тяжелая работа. У ведущих у нас, знаете ли, очень тяжелая работа. Ничего не могу сказать. Что в вашей газете, какой самый главный материал на сегодняшний день? На мой взгляд, один из самых интересных, это о моде. Наш корреспондент Юлиан Леонович ездила в Мирский замок, где будет реализован проект примерно через месяц совместно белорусско-французский. Наши дизайнеры сделают интересную коллекцию, где будет сочетание такой классической моды французской и необычной моды нашей с кожами-заклепками. Это будет очень интересно. То есть наша на самом деле мода – это кожа в заклепке. Да. Вот ты какая была. Вы – башеванка в заклепках. То есть тоже, в принципе, вы недалеко ушли основным материалом от каких-то таких, ну скажем, светской жизни развлекательных нужд. Ну это в противовес, потому что в основном у нас достаточно серьезные материалы, несмотря на профессиональный праздник. Мы рассматриваем, как обычно, тему образования. И вот у нас учебники, очередной момент. Мы ответили на самые такие волнующие читателей вопросы. Кто же будет писать новые учебники? Сейчас, кстати, объявлен четвертый этап конкурса. А что с математикой у нас? Вот, собственно, сейчас объявлен четвертый этап конкурса на учебники. И как показали предыдущих три, конкуренции нет, и писать особо их некому. Да ладно. Вот сейчас все ждут. Кто же будет авторами этих учебников школьных? Потому что после трех конкурсов там внесли определенные изменения в правила, и должна быть конкуренция. То есть больше одного авторского коллектива. А с этим у нас проблемы. Кто интереснее напишет, я так понимаю. В общем-то, да. Просто родители просто, в конце концов, соберутся с мыслями и напишут учебники. Здесь, кстати, любопытно, что если в советское время проводили такое умное слово-апробацию, среди определенных школ, то сейчас этого нет, и поэтому у нас... Да, нам некогда ждать. Поэтому родители нанимают репетиторов, чтобы делать домашние задания. А репетиторы, кстати, по советским учебникам всех учат. Вот, оказывается... Так, может, вернем. Вот мы отвечаем на вопрос, почему нельзя вернуть в том числе. Читайте в сегодняшнем номере. Как интересно. Хорошо, ладно, почитали про учебники, возвращаемся вновь к светской жизни. Надо же менять сферу деятельности, вы же понимаете. Что там за интересные такие картинки я смотрю. Белое платье меня сразу заинтересовало. Кто-то выходит замуж. Нет, никто не выходит замуж. Это фотография Даны Борисовой с ее свадьбы. Но материал вовсе не о свадьбе. О том, что Дана Борисова разводится с мужем. Который раз? Дана Борисова была замужем всего один раз. И вот те мужчины, которые за ней периодически ухаживают, вот как-то их все время за мужей принимают. Вот есть у Даны такое свойство, правда? Вот кажется, что она уже замужем не один раз. Нет, единый кудак. Боже, в каких отцов это надоело. Да, и вот разводится она теперь она свободная женщина. Свободный агент. Поэтому, да, если кто вдруг из потенциальных кавалеров заинтересовался, Дана Борисова свободна. Если вы влюблены в Дану Борисову еще с того момента, когда она и вас служит Советскому Союзу, или армейский магазин, вы можете рискнуть. Кстати, вот мы затронули тему замужества, тему семьи и так далее. Вот ваша профессиональная занятость, ведь все-таки журналисты это тоже люди, которые постоянно кормят, у них постоянно куча идей. Они кто-то на выезд, кто-то на съемку, кто-то что-то, у них постоянно в голове такой пчелиный рой мыслей творится. Некоторые считают, что несовместима такая работа с нормальной человеческой семейной жизнью. Нет, конечно. Что скажете? Несовместима, да? То есть или одно... Конечно, все можно совмещать. Это просто кто не совмещает, тот ленится. Да, а кто совмещает, тот дописывает по ночам. Тот дописывает по ночам, совершенно верно. А что касается, вот если мы все-таки опять вернемся к вашему профессиональному празднику, чем каждое из ваших изданий может по праву гордиться? Кстати говоря, у нас через несколько недель будет тысячный минский выпуск. Белорусский, в смысле, да. То есть тысяча выпусков, это очень-очень много при выходе раз в неделю. Это мы уже сколько лет? Вот и считайте, да. Много лет мы уже в Беларуси. Нас любят, нас покупают и нам доверяют звезды, что очень важно, потому что сейчас же желтые пресси не очень верят, не хотят с ними обычно иметь никаких дел. Нам верят, нам дают эксклюзивные интервью, для нас с радостью снимаются на обложке. И люди, открывая читатели нашу газету, всегда знают, что у нас все самое интересное и при этом самое доброе. Даже если это тема развода. Ольга, давайте о вашем издании, если мы отвечаем на вопрос, с чем мы подошли вот к этому моменту. Ну, думаю, главное, чем мы можем гордиться, это решенными какими-то проблемами в самых разных сферах, от спорта до социальных и культурных. То есть когда наши спортивные журналисты пишут какие-то сложные материалы, с помощью которых удается там решить проблему детско-юношеской школы или еще что-то в этом духе. Мне кажется, это такие маленькие достижения, из которых состоит общее достижение газеты. Ну что же, мы желаем нашим Акул-Ампера смелых и грандиозных проектов в этот самый день, 5 мая, день работников, пишущих СМИ. Но если что-то пойдет не так, всегда есть план Б. Он пока у меня. Но если что, я готова всегда поделиться. Девушки, для того, чтобы лучше соображалось, лучше писалось, в голову приходили гениальные мысли. Вот эти вот сладенькие подарки. После шоколада пишется намного лучше, чем без шоколадов. Сто процентов, даже по ночам. Проходите к нам еще, нам всегда приятно с вами общаться. Я напомню, что сегодняшними нашими гостями были обозреватель телегида «Антенна» Инна Полюхович, а также специальный корреспондент газеты «СБ Беларусь сегодня» Ольга Посеяк. Девочки, всем спасибо большое и с праздником. Ну а мы по традиции проводим гостей и вернемся к вам через несколько минут.